Перед вами картина командования четырьмя флотами. 1716 год. Состоялось последнее в истории Англии сожжение ведьм. Во Франции шотландец Джон Ло учредил первый частный банк. Антонио Страдивари завершает скрипку, известную как «Мессая Салабуи Страдивариус». После Полтавы Петру удалось восстановить распавшийся в начале войны Северный Союз и наладить боевое сотрудничество с Данией, Саксонией и Пруссией. Однако серьезным препятствием для союзников стал шведский флот, который еще царил на Балтике. При этом шведы попросту разбойничали в нейтральных водах и фактически парализовали торговое мореплавание на Балтике. Вблизи Копенгагена скопился гигантский караван из 600 торговых судов, шедших в Балтийские порты. Копенгаген. Петру, 44 года. Командующий англо-голландской эскадры адмирал Норрис предложил объединить усилия моряков Дании, России, Англии и Голландии и провести зачистку Балтики. Адмиралы единодушно избрали командующим объединенным флотом Петра, точнее, вице-адмирала Петра Михайлова, как он числился в документах Адмиралтейства. Предприняв ряд маневров, Петр очистил море для движения торговых судов. Самым ярким моментом этого похода стала предпринятая Петром лично разведка шведских берегов. На шняве принцесса под непрерывным огнем береговых орудий шведского гарнизона Петр осмотрел укрепление города Мальмио в поисках места для высадки десанта. Символическое значение этого похода было неоценимо. Англичане, голландцы и датчане, великие морские народы Европы, признали Россию равной себе морской державой и приветствовали Андреевский флаг. Петр гордился и тем, что его признали настоящим флотоводцем и подчинились ему как командующему. Перед вами картина «Командование четырьмя флотами», написанная художником Ильей Овчаренко для выставочного проекта «30 картин из жизни Петра Великого-2022». Субтитры создавал DimaTorzok